Приветствую всех любителей игры миллионов на своем канале Футболсан. Представляю рассказ, как киевская «Динамо» Валерия Васильевича Лобановского и московский «Спартак» Константина Ивановича Бескова сражались между собой в чемпионате СССР 1986 года. Правда ли, что радиация после чернобыльской трагедии повлияла на спартаковцев в Киеве, и как красно-белые смогли обыграть «Динамо» после чемпионата мира в Мексике. Погнали! Весной 1986 года у киевлян была главная задача – выиграть кубок обладателей кубков, с которой они блестяще справились. Поэтому матчи советского первенства чемпионы СССР играли с экономией сил. И к домашнему матчу седьмого тура с московским «Спартаком» 27 апреля добыли две победы при четырех ничьих, что принесло в сумме восемь очков. «Спартак» свои шесть баллов набрал в пяти мартовских турах, а в апреле решал задачи в Кубке страны, откуда вылетел в полуфинале 6 апреля 2-3 от московского «Торпедо». Так что в Киев команда Бескова приехала совсем не для того, чтобы терять такие важные для нее очки. И никто тогда из футболистов не знал, что в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. Дальше слово Александру Бубнову. Цитирую. «Помню, перед матчем с «Динамо» нас почему-то поселили в другой отель. И я очень плохо спал, возможно из-за радиации. Утром вялое состояние, и на стадионе, кажется, мы были довольно вялыми. Киев победил 2-1. Повозили нас. Что еще было необычного? Очень сильный ветер. Никогда такого не было на стадионе в Киеве. Но нам повезло, он дул не от Чернобыля. А ночью, возможно, была другая радиационная ситуация. Конец цитаты. Матч «Динамо» Киев-Спартак-Москва состоялся 27 апреля 1986 года в 7 часов вечера и собрал на республиканском стадионе 82 тысячи зрителей. И на мое мнение, 100-тысячная арена как раз и не было переполненной, потому что уже многие люди знали про Чернобыльскую трагедию и в срочном порядке покидали Киев всеми возможными средствами. Ну а те, что пришли поддержать киевлян, увидели настоящее зрелище. Вот что написал Абашкатов «Советский спорт», цитирую. «Уже через четверть часа стало ясно, что спартаковская полузащита не в силах удержать плацдарм в середине поля. Мяч отсюда направлялся только в одну сторону, к воротам москвичей. И в пресечении контровылаза гостей и в организации атак киевские полузащитники действовали слаженно и эффективно. Это двинув спартаковцев в гигштрафной площади, динамовцы не замерили использовать свое преимущество. В один из моментов Яковенко двинулся с мячом по центру. Гости, видимо, ожидали от него передачи партнерам, и никто не помешал ему нанести метров с 25 прицельный удар. Мяч угодил в правый от Досаева нижний угол ворот. Моя вставка, гол Паша вонзил на 17-й минуте. Дальше снова Башкатов. А вскоре свое слово сказал и Демьяненко. Его решительный рывок в штрафную площадь москвичей Латыш прервал недозволенным приемом. Биланов четко реализовал пенальти. От меня, на 22-й минуте продолжают цитировать. Только после этого спартаковцы несколько активизировались, и хотя их попытки контратаковать выглядели разрозненными, Хидиатуллин и Волгин имели неплохие возможности для взятия ворот. И во втором тайме игра поначалу проходила в том же ключе. Киевляне атаковали широким фронтом, спартаковцы большими силами оборонялись. Дважды после ударов Заварова и Биланова спасал свои ворота Досаев, отводя мяч на угловой. Несколько раз в выгоднейших ситуациях промахивался Яремчук. Не сумев увеличить счет, динамовцы, тем не менее, уверовали, что дело сделано и в венчпиле матча решили поэкономить силы. Не сложившее оружие Спартак наказал соперника за беспечность. Под занавес встречи гости разыграли на коротке быструю комбинацию и Родионов с близкого расстояния мощно пробил под перекладину. Перед финалом Кубка Кубков киевляне получили напоминание о том, что бороться на поле нужно до самого конца. Мое мнение, что киевляне со Спартаком начали экономить силы, как раз держа в голове предстоящий финал Кубка Кубков, который и выиграли в блестящем стиле на стадионе Жерлан в Лионе 3-0. Кстати, про Чернобыльскую катастрофу динамовцы узнали как раз, когда прилетели в Францию от местных журналистов. Ответная встреча Спартака и киевского Динамо состоялась после чемпионата мира, где сборная СССР хоть и пролетела в знаменитом матче 1-8 финала Бельгии 3-4, но своей искрометной игрой завоевала симпатии футбольных почитателей всего мира, в том числе и Советского Союза. Поэтому многие из нас думали, что вот вернутся хлопцы Лобановского домой и начнут всех выносить в одну калитку. Жаль, агресс в Вильнюсе 4 июля одолеть удалось 2-0. А уже 12 июля московские лужники принимали Спартак Динамо Киев. Матч, кстати, перенесли на сутки позже намеченного срока. И 42 тысячи болельщиков пришли увидеть зрелище. Спартак ведь, в отличие от киевлян всей командой занятых на мексиканском мундиале, в июне матча чемпионата играл. Торпедо Кутаиси 5-0 и Динамо Тбилиси 0-0 дома, без сборников Досаева, Морозова, Бубнова и Родионова, а потом уже с ними 1-2 от Невчи и 0-1 от Арарата в Закавказье. Ну а перед киевлянами Спартак 8 июля на московском стадионе Динамо разгромил 7-0 минское Динамо. Дальше слово Юсе Геневичу из советского спорта, цитирую. «Одобрительно, аплодисментами встретились зрители футболистов и также заинтересованно наблюдали они спор команд, конкуренция которых не ослабевает вот уже который год. Что говорить, киевлян все видели фаворитами этой встречи, но верно серьезного в лице московского Спартака соперника видели и сами динамовцы, если ставшему привычным стартовому рывку они предпочли сдержанное начало». Спартак повел игру и на первых же минутах организовал несколько атак, завершая которые Морозов, Рудаков, а позже и Евгений Кузнецов заставили немного поволноваться вратаря Гостейчанова. Повышенная активность спартаковцев, разумеется, не пришлась по нраву динамовцам. Спустя четверть часа они перевели игру в середину поля и теперь практически до перерыва острые моменты у ворот и той и другой команды возникали лишь эпизодически. Похоже, руководители киевского Динамо не устроила игра команды в нападении. В первом тайме Биланов, по сути, не угрожал воротам соперников. Так или иначе, а после перерыва на поле в составе динамовцев вышел Блохин. Киевляне и в других линиях прибавили в движении, они явно усилили свою игру в атаке, но в ситуации, когда преимущество их стало вырисовываться довольно определенно, пропустили гол. У своей штрафной площади динамовцы, прерывая быстрый контратак у соперника, сбили с ног Черенкова. И Хидия Туллин со штрафного прекрасным резаным ударом метров с двадцати послал мяч мимо стенки в самую девятку ворот Чанова. Естественно, киевляне попытались отыграться. Всей командой перешли они на половину поля Спартаковцев, но теперь и москвичам было за что сражаться. Перевес свой они сохранили. Более того, в контратаке на последней минуте Спартак едва не увеличил счет, о чем говорит исход этой встречи. Только о том, что, пожалуй, московский Спартак, рано сбрасывая со счетов, в намечающейся острой борьбе за призовые места чемпионата. Называю тех, кто принял участие в матчах киевского Динамо и московского Спартака. Команда Лобановского. Виктор Чанов, Владимир Бессонов, Сергей Болтача, Олег Кузнецов, Анатолий Демьяненко, Василий Рац, Павел Яковенко, Иван Яремчук, Александр Заваров, Вадим Явтушенко, Александр Щербаков, Игорь Биланов, Андрей Баль, Олег Блохин, Василий Евсеев. Команда Бескова. Ренат Досаев, Геннадий Морозов, Борис Кузнецов, Логист Хидиатуллин, Александр Бубнов, Николай Латыш, Игорь Шалимов, Евгений Кузнецов, Сергей Волгин, Сергей Новиков, Юрий Суслопаров, Федор Черенков, Сергей Родионов, Александр Шибаев, Ренат Атаулин, Андрей Рудаков, Валерий Попелмуха. В итоге киевские динамовцы после того, как решили все свои международные дела в составе сборной СССР и Кубки чемпионов, всерьез занялись за советское первенство, 5 завершающих матчей, 4 победы, 1 ничья и выиграли финальную спарку всего сезона с московским Динамо 1-1 и 2-1 при 100 тысячах на республиканском. Спартак Москва тоже выдал победный финишный спорт. Торпедов Кутаиси 1-0 и в родном манеже спорткомплекса Олимпийский Арара-Тереван 6-2 не в Чибаку 4-0, что хватило на третье место после киевского и московского Динамо. Болеем за наши команды, с вами был Саныч, до новых встреч!